И в продолжении сельскохозяйственной темы мы вместе с газетой районные будни отправляемся подводить итоги конкурса, а на грядке все в порядке. По осени положено считать цыплят, ну а мы будем считать огурцы, помидоры, а также перцы, капусту. Словом, все, что вырастили некрасовские огородники, из рассады, подаренной им депутатом районной думы, руководителем известной фирмы Ярославские газоны Олегом Горяченковым. Всего участниками необычного огородного конкурса стали несколько десятков некрасовских дачников. Рассада от депутата дала очень хороший урожай, это отмечали все участники, но не все решились выставить свою продукцию в финал. Ну а среди тех, кто пригласил к себе в гости редакционной жюри, оказалась 77-летняя пенсионерка Любовь Васильевна Шейна, агроном-любитель с многолетним стажем, а также специалист управления образования Нина Николаевна Балуева, вырастившая хороший урожай перцев, помидоров и краснокочанной капусты. Здесь бассейн стоял, и поэтому влаги ей хватило намного. Идея очень интересная, она должна воплощаться в жизнь. А библиотекарь-заядлая огородница Алла Антипина сама принесла в редакцию конкурсные экспонаты, в уже готовом к длительному зимнему хранению законсервированном виде. А вот в этой баночке у меня 550 огурчиков. Вот, и я хочу первый приз получить. Наверное, никто не умудрился столько законсервировать в баночку. Я два дня их собирала, эти огурчики. Побывали мы и на других подворьях и дачах. А вот награждение победителей в разных номинациях состоялось, как и было обещано, при большом стечении народа на осенней ярмарке. Я рад наградить сегодня всех шесть претендентов, а на следующий год мы сделаем десять финалистов в разных номинациях. Вот совместно с Татьяной Витальной, с газетой районной будни. И будем пропагандировать, наверное, в каждом поселении данный конкурс, чтобы у нас придать массовость и привлечь в сельхозпроизводителей именно частного приусадебного хозяйства. Саженцами яблони слив, удобрением, садовым инструментом и прочими полезными в дачном хозяйстве призами были награждены шесть самых успешных конкурсантов. А первый приз достался Алле Антипиной. Алла Александровна награждается главным призом секатор и главный приз мотоблок. Она выиграла его. Алла Александровна, поздравляем вас. Удачи. Огород у вас будет чистый, в порядке. И яблоня. Как всегда, на осенней ярмарке зазывали народ из обильной торговой ряды. Продавали овощи и саженцы, грибы и ягоды, продукты животноводства и мед. Коробейники почивали народ сладостями, завлекали ребятишек аттракционами. Были на ярмарке и развлечения, и выступления местных артистов, и традиционная школьная выставка даров природы, которыми богата изобильная осень. Ежик из кабачка, барашек из цветной капусты, розочка из арбуза и даже карета из тыквы. Конечно, не могут не восхищать, но самой впечатляющей из множества фантазий все-таки стала овощная панорама Бородинского сражения, изготовленная в честь двухсотлетнего юбилея битвы ребятами из Некрасовской средней школы. В пестром хороводе ярмарки, как всегда, нашлось место и взрослому городу мастеров. Субтитры создавал DimaTorzok